Родился в городе Вилючинске Камчатской области. Для учебы в начальной школе переехал в Зеленоград, пригород Москвы. После окончания начальной школы по инициативе родителей поступил в Московскую государственную академию хореографии МГАХ при Большом театре. Два года учился в протестантской семинарии церкви и адвентистов седьмого дня в поселке Заукский Тульской области. Затем год в школе студии МХАТ. В 2007 году внимание прессы привлекла съемка Добрыгина для обложки гей-журнала «Квир», номер пятьдесят две тысячи седьмых, которую спустя три года актер объяснил желанием студента заработать в качестве модели. Уточнив при этом, что сам остается натуралом, гипотажная съемка стала причиной расставания Добрыгина с актрисой Елизаветой Боярской. В 2010 году закончил актерский курс режиссерского факультета РАТИ «ГИТИС», мастерская Олега Кудешова. Первую известность Добрыгину принес новогодний блокбастер «Черная молния», 2009, после того, как выступление Григория на студенческом театральном фестивале «Твой шанс», увидел ассистент режиссера Алексея Попогребского. Добрыгин в последний момент попал в съемочную группу психологического триллера «Как я провел этим летом» 2010. Картина осмысливает психологическую природу страха и внезапно возникающих преградных комплексов на фоне непростых, отягощенных длительным одиночеством и отсутствием близких взаимоотношений двух мужчин, один из которых подчинен другому в изолированной атмосфере отдаленной северной метеорологической станции. Основная часть съемок с участием двух главных персонажей, которых исполняют Добрыгин и Сергей Пускеполис, проходила в приближенной к реальности обстановке на севере Чукотки. Как рассказывал режиссер Попогребский, участвуя в съемках, Добрыгин целиком сюжета не знал. Ему не давали заранее читать сценарий, чтобы Григорию было проще вжиться в образ молодого, неопытного человека в неоднозначной ситуации. После этого необычного фильма, который западная критика сравнивала с произведениями Тарковского, актер Добрыгин стал популярен. Уже вскоре после картины Добрыгин упоминался в прессе как «Самый знаменитый студент России» в 2010 году был принят в труппу театра. Современник